Добро пожаловать обратно в МК Мобайл, бойцы, с вами Апо. И сегодня в этом ролике мы с вами будем проходить башню Старшего Ветра, а если точнее 90-й бой. Конечно же, обычно игроки это проходят очень легко, но новичок вроде меня пройдет нелегко. Поэтому посмотрим и попытаемся сегодня за несколько попыток пройти максимально быстро. И, конечно же, не обойдемся без доната. Будем покупать спецпродолжение башни Старшего Ветра, где есть внутри 20 карт снаряжения для башни Старшего Ветра. Очень надеюсь, что мне удастся достать очень много эпиков больше всего. Так что будет интересно, устраивайтесь поудобнее, а мы начнем сразу после рекламы. Всем приятного просмотра. The Opoem Cashop. Самый лучший сервис по услугам МК Мобайл. Теперь у них в наличии быстрый фарм-душ для андроид и iOS. И не только. Фарм-наград из разных башен, которые действуют сейчас в игре. Цены ниже, чем у конкурентов. Реальные отзывы от клиентов. А если ты перейдешь по моим ссылкам и с моим промокодом в описании, то ты получишь за каждый свой заказ отличные бонусы. Так что дерзай, ссылка будет в описании. Итак, по сути, прежде чем пройти босса, мне нужно будет покупать донатный набор, чтобы было легче пройти. По сути, смотрите, громадный набор внутри 20 карт. То есть, стоит дорого. В два раза даже дороже, чем игра мне предлагает тот громадный набор для башни Старшего Ветра. Так, это считается спецподложение. То есть, тот же громадный набор, только со скидкой. То есть, один раз можно приобрести. Пожелайте успехов, а я начинаю покупку. Итак, идет обработка. Посмотрим, что же удастся достать из этого набора. У меня аккаунт новичка, и внутри ничего интересного. Три штуки, по-моему, обычная снаряга есть, если не ошибаюсь. Но ничего больше. Так, сразу три. Получается, необычное снаржение. Сукатаж. Так, увеличение бонус к максимальному здоровью. Увеличение бонус к урону. И увеличение бонус к максимальному здоровью. Отлично, три штуки. Так, минус три. Остается сколько? Так, 17 карт еще есть. Так, сразу четыре. Слияние лунный свет. Повышает вероятность неблока спецприемов. Увеличивает бонус к урону. Так, увеличивает бонус к максимальному здоровью. неплохо моха 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 дела идут неплохо так это сколько слияния получается 3 по-моему да еще впереди вижу 10 карт и сразу редкую снарягу так хорошо бонус к урона завершающего комбо ударов так и шляпа разбойника очень 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 отличная снаряга вероятности похитить 2 процента от максимального здоровья силы максимального уровня извиняю силы вероятности 11 процентов похитить 2 процента от максимального уровня силе господи 11 процентов вероятности похитить 2 процента от максимального уровня силы противника при проведении основных атак при смене получает щит отряда на 11 секунд. Отличная старяга, ребят. Так, змеяная кожа племени Мотока. Сопротивление всем отрицательным эффектом. Уменьшение шанса критического удара для противника. Так, это и комплект для ночного волка. Тут был комплект для ой, господи, вижу сразу 4 эпика. Ой-ой-ой. Увеличение урона от составной атаки. При достижении показателя 80 любого спецприема увеличивает урон, который наносит этот спецприем на 24%. Так, выше 80%. Я понял. Итак, сразу 2 получается со слиянием. Сразу получаем туз в рукаве разбойника. То есть, у нас уже есть комплект для эрона блэка. Получается бонус к лечению. При входе противника в бой накладывается пробивание щита на 6 секунд. Так, кинжал духов. Тоже со слиянием. 18. Нет. 17% уменьшения расхода силы на все спецприемы. Когда противник блокирует входящий спецприем, 32% от заблокированного урона превращается в здоровье. Увеличение урона. Отлично. Так, бойцы, смотрите. Сразу 2, 2, 4 эпика. Какие я хотел. Сразу 3 получается. Редкая снаряга. И 1 без слияния. И 1 А. То есть, сразу 2. Со слиянием счастливая шляпа разбойника. 3, 4, 3. Неплохо, думаю, да? Громадный набор нас порадовал. Так, неплохо. Теперь можем смело, смело, смело пройти этого босса. И 110-й бой. По-моему, там есть песчаная буря. Ну, и думаю, темный Рейден с легкостью сможет справиться с этим модификатором. Так. Так, 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 так. Смотрим. Поведите, пока время не стекло. Противники получают ему четко длительному урону, когда ваш активный персонаж попадает в песчаную бурю. Так, это мы уже знаем. Это получение. Теперь. Теперь, теперь, теперь. Нужно вот так поставить. И... Еще. Так, основной атаки нет. Тут блокбрейкера нет. Похитить вылечение урона. Понятно. А тут... А, как раз самое то для Рейдена. Ну, для оружия я оставил снарягу из башни боевика. Как блокбрейкер. Нормально. Для Джин Киджа нужно будет посмотреть. У меня же кольцо нет с блокбрейкером. Поэтому оставляем клинок сента. Еще что? Можно еще что? Так, змеяную кожу поставить можно. И... Так, лунный свет. Ну, найс. Не блок спецприемов. Так, для него можно уже на рандом поставить. Вообще без разницы. Так, 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 так. Так, так. И еще... Думаю, думаю, думаю. Айти сук этаж поставить. В принципе, сойдет. Желайте успехов. Погнали. Ночной волк. Нужно будет подождать в начале. Теперь можно и атаковать босса. Так. Ой, отлично. Отличное смещение силы. А, отлично. Я все-таки думаю, может лучше нужно было это снабжение подставить. То есть счастливая шляпа разбойника на Джин Киджа. Но тут же есть песчаная буря. Поэтому Джин Кидж будет бесполезным для меня. А вот Рейдан темный он отлично себя чувствует с модификатором песчаной буря. Поэтому никаких проблем. Просто нужно будет накопить каждый раз второй спецприем и дамажить босса. Так, 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 так. Хорошо. Отлично. Щит есть. Найс. Щит есть. Просто без шансов, ребят. Идем на ура пока что. Отлично. Справляемся. Главное не дать ему атаковать. Я хотел сказать. Делаем второй. Так, тихо. Мистер Волк, пожалуйста, тихо. Успокойтесь. Так. Ага. Сопротивление к защищению силы. Господи. Я понял. Так, делаем первый. Бум. Отлично. Сменяемся. Тихо. Тихо, 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 тихо. Мистер Волк, успокойтесь. Так, почти половину внесли. Еще остается половина. Половина моя. Половина моя. Половина моя. Так, хорошо. У нас есть постоянно щит за счет снаряга из башни боевика. Награда за трюки. Получается пещаная буря вообще не действует. Можно сказать, наоборот, дает хил. Это, конечно, хорошо. Но вот времени, по-моему, не хватит, чтобы склить босса. Но так, мы нанесли так неплохо урон, можно сказать. Да. Так, хорошо. Хотя бы оставить 50%. Было бы хорошо. А! Делает второй. Минус. Нет, нет, не минус. Делаем второй. Так. Сменяемся на Джуни Киджа. Делаем первый. Пока что наш Рейден хилится. Делаем еще раз первый. Отлично, у босса остается 50% здоровья, ребят. Так. Тихо, сменяемся и остается 5 секунд. Замедление, конечно. Жестко мешает, но ничего страшного. 46% нормально. За одну попытку. Отлично, редкая снаряга, тигровый глаз, кинь, тару, и лечение урона основной атаки. То есть, что же я хочу сказать? Хочу сказать, что, какие вы сами видите. Ой, 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 я ошибся, я ошибся немного. Донат в игре МК Мобайл много чего решает. Например, я новичок и тем не менее я могу сладиться против сильных боссов, потому что я доначу в игру так немало. Ну, это и есть доказательство того, что донат многое решает. А так, если без доната попытаться разбиваться, то это будет слишком много, ребят. И, скорее всего, если бы я не донатил, я бы сейчас не мог пройти этих боссов. Скорее всего, да, я просто заходил бы, чтобы сливать свои попытки и получать свои награды. Но с донатом интереснее, ребят. Интереснее с донатом, да. Так, поставил блок. Отлично, истощение силы есть. Делаем еще раз первый. Хорошо, 30%, буквально 33. Угу, неплохо, неплохо. Так, за Рейдена. Ну, на изи, на изи за две попытки, ребят. на аккаунте новичка прикрепите. Ну, конечно, ты уже решаешь донат и снаряга. И донатного набора. Так, проклятие, сопротивление, отлично, отлично, отлично. Темный Рейден вообще не дает шанса буквально против боссов. То есть, боссу не дает никакого шанса. Он сделал свой первый, но, к сожалению, бесполезно против темного Рейдена. Песчаная Буря постоянно дает хил, и босс бедный не знает, что делать. А вот это вот Вичи, конечно, жестко мне мешает. И я теряю просто так время. Ой, еще раз, Вичи? Нет. А, да. Ну, ладно, как скажешь, ночной волк. Я хочу проходить за две попытки. Я не хочу тратить еще попытки. пожалуйста, дай мне пройти, ночной волк. Пожалуйста, братик. Мистер волк, дайте мне пройти вас. Пожалуйста, дайте мне пройти. 14%, я думаю, справится, мой Рейден. на 10 секунд остается ласт. Так, давай, покажи силу родной. А, не хватило, господи. Нет, не хватило. Ой-ой-ой-ой-ой, что это было? Ребят, что это? Ребят, что это было, я не понял. Я же, вроде как, для своего кунзына ничего не поставил, что-то я или поставил. По-моему, да, я же поставил, да? Давайте посмотрим, что-то же. А, кинжал же у него был. А, вот оно что. Почему же я удивился? Потому что я обычно, когда беру вот этих вот ребят, то есть Рейдена и Джоин Киджа, на кунзына ничего интересного я не ставлю, то есть по снарягу, потому что за него я не сражаюсь. Обычно эти вот два ребята, то есть они справляются сами. Ну, как видели, кунзын сейчас нам очень-очень-очень помог со своим спецприемом. А, со своим спецприемом, господи. И за это ему огромное спасибо. Видимся уже, когда будет 110-й бой. И на этом у меня все. Всем спасибо. И сегодня я хочу в 8 вечера по московскому времени запустить стрим, проходить испытания на тремор Афтершока. Буду ждать всех. Благодарен всем. Всем желаю мира и добра всем. До скорых встреч. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok